Друзья, поговорим о личных местоимениях, а именно о лицах личных местоимений. Что у нас такое первое, второе и третье лицо личных местоимений? Вот, например, человек пробежал мимо меня. Человек – это он. Он – это третье лицо. Когда мы говорим о ком-то, то это третье лицо. Например, он, она, оно – это третье лицо. Ну, первое лицо – это я. Как говорится, всегда начинаем с самого себя любимого. Второе лицо – это ты. Он, она, оно, они. Третье лицо. Очень легко запомнить все, что на «о». Третье лицо. Как только третье лицо начинает участвовать в разговоре, например, она подошла, я к ней уже обращаюсь на «ты», то есть она уже для меня становится вторым лицом, потому что я стал к ней обращаться, я называю ее на «ты». У местоимений, кроме категории лица, есть еще и категория числа. То есть все примеры, которые мы разобрали, все эти местоимения были в единственном числе. Но местоимения в первом, во втором и в третьем лице могут быть и во множественном числе. Так давайте разберем несколько примеров. Начнем, как обычно, с себя. То есть я во множественном числе. Что это? Я, ты, он, она, мы, вы, они. Какой из них будет являться ответом? Да, вопрос немножечко на засыпку, так как он немного нелогичный. Как я может быть во множественном числе? Однако с точки зрения грамматики, я – это первое лицо, единственное число. То есть первое лицо во множественном числе, что это? То есть с точки зрения грамматики, это нормальный вопрос. Но как бы с точки зрения логики не совсем. Итак, я во множественном числе, что это? Итак, я во множественном числе – это мы. Так как я плюс кто-то, например, я и моя подруга, я и моя семья. То есть меня стало вдруг больше, и я стал мы, местоимением мы. Так, разберем несколько других примеров. Например, второе лицо. Нет, давайте сразу к третьему лицу, потому что у нас тут есть хороший пример. Люди – это они. Если бы человек был один, мы о нем бы сказали «он» или «она». А то вдруг к человеку подошел еще другой человек, и вдруг его стало больше, или же ее стало больше. То есть местоимение в единственном числе «он», «она». Во множественном числе это местоимение уже будет «они». То есть «он» плюс «кто-то» – «они». «Она» плюс «кто-то» – «они». Или же «оно» плюс «что-то» – «они». То же самое и со вторым лицом – «ты». Например, если «ты», к тебе подойдет человек, друг твой, подруга, член семьи, и вы уже вдвоем участвуете в разговоре со мной, то вас, то есть тебя уже становится больше. И ты уже не ты, а ты уже вы. То есть «ты» во множественном числе – это вы. То есть второе лицо во множественном числе – это вы. Друзья, следует отдельно поговорить о таком местоимении, как «вы». «Вы» – это второе лицо. Второе лицо «вы» во множественном числе может у нас означать группу людей, несколько человек, а также может означать одного человека, но в уважительной форме. Например, «вы» – профессор. Но в любом случае мы относимся к этому местоимению «вы» грамматически, как к множественному числу. Почему? Потому что глагол сочетается с местоимением «вы» во множественном числе. Глагол во множественном числе получается. Ну, как бы. Например, «вы» разговариваете, один человек, уважаемый профессор, «вы» разговариваете с группой студентов, со студентами. И «вы» студенты, разговаривая, несколько человек, разговариваете с профессором. В любом случае и здесь разговариваете, и здесь разговариваете. То есть разницы нет. Глагол сочетается с местоимением «вы» во множественном числе. Поэтому относимся к этому местоимению как к множественному числу. Также и в английском, когда мы будем рассматривать несколько примеров, то мы будем употреблять глагол или форму глагола во множественном числе. Итак, мы разобрались с лицами. Первое лицо, второе лицо, третье лицо в единственном и во множественном числе. Конечно, можно было бы и запомнить это в такой таблице. Но многие люди путаются в этой таблице, не зная, как вам. В следующем уроке мы поговорим о таком понятии, как «артикль». Артикль мы не изучали в школе на уроках русского языка, так как его в русском языке попросту нет. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...